Здравствуйте, в эфире новости на канале НСК-49, в студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Взрыв на улице Сеченова. Дом разрушен, но люди живы. Слабые места новосибирской подземки. У полпреда есть вопросы. Сталинисты активизировались. Иосифа Виссарионовича хотят подселить к Николаю II. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Так называемый хлопок газа чуть не разрушил восьмиквартирный двухэтажный дом в Новосибирске. Есть пострадавшие. Входить внутрь жильцам не разрешают. Опасно для жизни. Что будет теперь со строением, которое и так собирались расселять? И по каким причинам произошел взрыв, расскажет наш корреспондент. Как после взрыва, который вынес практически все окна в доме, разрушил межкомнатные и межквартирные перегородки и потолочные перекрытия, никто не погиб? Просто удивительно. И живых обитателей здесь продолжали находить спустя почти час после происшествия. Жень, достань собаку. Она живая, вылезла. Я не залезу туда. Мария Ивановна или просто Маруся – это той терьер, который забился от страха под кровать и не собирался оттуда вылазить. И его несложно понять. Взрыв произошел именно в этой квартире на первом этаже. Мама рассказывает, варила супчик. Ну обычно варила суп, мешала кастрюльку. И в этот момент произошел взрыв, ей на голову упала мультиварка, больше ничего не помнит. А вчера привезли газ. Мама, которой 75 лет, выжила чудом и отделалась небольшим ожогом. Как и еще одна женщина, которая сейчас в больнице. Предварительная причина взрыва – утечка бытового газа. Наиболее вероятно, здесь произошло образование той газовоздушной смеси, происходит хлопок без образования, без дальнейшего горения. И вот эта взрывная волна, которая образовалась, она как раз нанесла повреждения конструкциям. Теперь к службе газа, которая поставляла баллоны по этому адресу, у жильцов есть вопросы. Мама попросила, говорит, вы подключите и проверьте. Они подключили, баллон не работает. Они отнесли, принесли второй, не работает. Отнесли, принесли третий, заработал. Все нормально, вчера она приготовила ужин. А вот супчик сегодня не удался. Следствие, конечно, выяснит окончательную причину и определит за это ЧП ответственных. А пока муниципалитет взялся оказывать помощь оставшимся без жилья новосибирцам. Всего в этом доме проживало 23 человека, в том числе 8 детей. Подданы сейчас указания распоряжения следующие развернуть пункт временного размещения в ближайшей школе. Она здесь недалеко. Готовится маневренный фонд для того, чтобы предоставить его по заявлению граждан для размещения. Уже на следующий день здесь должны работать эксперты Сибирско-строительного университета, которые вынесут вердикт строению – сносить его или восстанавливать. А Марье Ивановну удалось вытащить. И теперь собака прижимается к своей хозяйке, правда, до сих пор дрожа от страха. На этом ЧП четверга не закончились. Второе произошло спустя некоторое время после взрыва газа в жилом доме. Правда, на этот раз ничего не взорвалось. И дело было под землей. Об удивительном случае в новосибирской подземке. Далее. Инцидент произошел на станции метро «Площадь Ленина». Мужчина в возрасте около 30 лет неожиданно скрыгнул на рельсы. Сбросил куртку и пошел прямо навстречу составу, прибывающему со станции «Гагаринской». Машинист применил экстренное торможение для спасения жизни человека. Поезд остановился и подавал звуковые сигналы. Человек не реагировал ни на какие сигналы и прошествовал в тоннель. Несколько станций сразу обесточили. Поезда встали. Молодого человека попытались задержать сотрудники полиции, что им и удалось сделать спустя некоторое время. Нарушителя задержали в тоннеле. Сейчас он находится в комнате полиции на станции «Площадь Ленина», где с ним ведется беседа. Но пассажиры, естественно, терпели некоторые неудушно, потому что, например, из этого состава пришлось выходить через первый вагон. Теперь следователям предстоит выяснить, какие мотивы побудили мужчину ходить по рельсам подземки. В самом метрополитене объясняют, что чаще всего такие случаи происходят весной и осенью. Именно в эти времена года фиксируется наибольшее количество суицидов и попыток совершить самоубийство. Добавим, что из-за происшествия сбился график движения поездов, но его быстро восстановили. Метро заработало в обычном режиме. А тем временем в административном здании новосибирского метрополитена обсудили главные вопросы по безопасности пассажиров подземки и оснащение стратегически важного объекта необходимым оборудованием. Решение этих проблем под личный контроль взял полпредпрезидента России в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. О слабых местах метрополитена в столице Сибири в следующем материале. Ежесуточно услугами новосибирского метрополитена пользуются около 260 тысяч горожан. По сравнению с другими городами это хороший показатель, однако безопасность оставляет желать лучшего. Как выяснилось, металлоискатели способны обнаружить только пистолет. Оборудование, установленное в нашей подземке, наличие взрывчатки выявить не может. Так же, как и не хватает специалистов, которые способны определить подозрительное поведение пассажиров. Анатолий Ильич, давайте мы сейчас будем говорить, знаете, цена жизни людей, она намного дороже, чем те деньги, которые мы можем найти и затратим это делать. В том числе и из бюджета. В том числе и из бюджета. Метро не только мэр и город, но еще и новосибирский объект. Кроме наблюдения за пассажирами в пункте отслеживания движения поездов, специалисты контролируют техническое состояние подземного транспорта. В случае обнаружения подозрительного предмета, поезд снимают с линии до выяснения обстоятельств. Однако, ни патрулирующие полицейские, ни контролеры не могут определить потенциального террориста. Вот два человека прошли с сумкой. Законопослушные они граждане, незаконопослушные. Что они с собой несут? Кто об этом знает? Завтра, сейчас они пройдут, эта сумка окажется в вагоне станции метро. Мы говорим о том, что это самый защищенный объект. Это мы так думаем и так надеемся. Но по сравнению с автобусами и трамваями... Автобусы – это другая тема. В последнее время Сергей Миняйло берет под свой контроль работу муниципалитета и областного правительства в разных отраслях. От сельского хозяйства до пассажирских перевозок. Ясно одно. Для местных чиновников такой контроль – достаточно неплохой стимул. Ведь благополучие и жизнеобеспечение граждан всегда в приоритете. Городские власти пытаются отстоять мусорные полигоны, расположенные в черте города. По мнению чиновников, их закрытие может привести к социально-экологической катастрофе. Кроме того, у муниципалитета появится возможность выбора, когда будут построены альтернативные варианты. Что планируют предпринять защитники гусинобродской свалки и почему жители близлежащих домов не в восторге от такого соседства, разбирался Василий Акимов. Гусинобродский мусорный полигон – это место точно нельзя назвать достопримечательностью нашего города, тем, что хотелось бы сохранить. Тем не менее, сейчас чиновники делают все, чтобы она продолжала работать, невзирая на предписание контролирующих органов закрыть эту свалку. Пугают возможным мусорным апокалипсисом. Может произойти биолого-социальная чрезвычайная ситуация. С одной стороны, Росприроднадзор требует выполнения требований федерального законодательства, а с другой стороны, мы имеем то, что имеет сегодня вся Россия. В мэрии разработали схему, благодаря которой, возможно, гусинобродскую свалку удастся сохранить, и она продолжит свою работу. Некоторые ее детали озвучили на заседании комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов. У нас разработан и представлен департамент Росприроднадзора, и мы благодарим, я вот это говорю на камеру специально для коллег, благодарим за конструктивизм в работе, план эксплуатации полигона гусинобродский до ввода в эксплуатацию альтернативных согласованных объектов коммунальной инфраструктуры необходимой мощности. Необходимо принять решение о выводе земельного участка, на котором расположен полигон гусинобродский из границ города. Чиновники говорят, что этот мусорный полигон в целом не создает экологических проблем для города. Жители близлежащих домов с этим не согласны и надеются, что его все же закроют. Жалуются на то, что границы полигона приблизились вплотную к дороге и жилым домам, а еще на регулярные пожары на свалке, мусорный запах и нашествие насекомых. Две недели назад позвонил опять в мэрию, что горела свалка, что запах идет, что тараканы лезут, хотя бы их обрабатывать что ли. Бесполезно. Буквально перед вашим приездом позвонили, спросили, что случилось. Послам экологов проблема мусора становится острее с каждым годом. Свалки в черте мегаполиса уже полностью исчерпали свой ресурс. Хилокский и гусинобродский полигоны не имеют лицензии с 2014 года, но продолжают находиться на территории города и эксплуатируются в полной мере. Эти свалки переполнены, но мусор в эти места продолжают привозить тоннами и сваливать как угодно, не соблюдая определенных норм. С требованием закрыть городские свалки этим летом экологи провели пикет в Первомайском сквере. Похоже, мусорный вопрос надолго стал камнем преткновения для горожан. И оставлять как есть нельзя, и что делать не совсем понятно. Как и то, чем занимались чиновники последние годы, и почему не задумались над решением вопроса с мусорными полигонами заранее, до того, как их работы заинтересовались в Росприроднадзоре и прокуратуре. Капитально отремонтировать многоквартирный жилой дом – дело непростое, учитывая, что работы проводятся на средства, которые собирают жители. Проводить их должны профессионально и качественно. В Новосибирске за этим пытаются строго следить, а вот за его пределами иногда дело обстоит не так радужно. О двухэтажном доме в Верхтуле и о том, как его приводят в порядок, расскажет Александр Могилин. Дом номер один второго квартала Верхтулы в текущем году попал в программу капремонта. Работы начались в июне и ведутся до сих пор, но к их качеству у жителей большие претензии. Рассказывают, во-первых, почему-то фонд реформирования ЖКХ на 2 миллиона сократил смету. Документов с печатями людям и вовсе не показывают. Во-вторых, как выяснилось, заделывать дыры после работ по установке пластиковых окон замены систем теплоснабжения и электричества подрядчики не будут. Им за это не заплатят. С утеплением фасада дома тоже далеко не все хорошо. Швы идут с нарушениями полными, потому что они вот запихивают, вот это тут вставляет утеплитель туда, он такой толстый, и штукатурка ложится наверх тоненьким-тоненьким слоем. Сказали, что это норма, штукатурка эта вся лопнет, это 100%. От мостки, провалы и вмятины на новой крыше, краска поверх невыровненных стен, нареканий у жильцов больше, чем предостаточно. Но еще больше их беспокоят сами рабочие, которые в течение дня бегают в магазин через дорогу. И вовсе не за булочками с кефиром. Запах алкоголя люди чувствуют практически ежедневно. У нас рабочие с Хилокского рынка, с реабилитационного центра привозят. На вопрос, почему такие рабочие, платить. Квалифицированных рабочих не хотят нам создавать, потому что также денег надо много им платить. Все свои претензии собственники квартир перечислили в письме, который адресовали заказчику региональному фонду модернизации ЖКХ. В результате получили ответ, в котором нет разъяснения ни по одному вопросу. Вместо этого чиновники перечислили людям правила проведения капремонта и расписали, сколько стоит каждая услуга по их двухэтажке. Следующий шаг жителей – письма в жилинспекцию и приемную губернатора. Возможно, там их услышат, иначе деньги, выделенные на работы, могут быть потрачены впустую. В Новосибирске возле детского сада номер 480 образовался провал диаметром в несколько метров. Однако никаких существенных действий по ликвидации оползня не ведется. Тем временем яма все увеличивается. Забор, который огораживает территорию дошкольного учреждения, уже пришлось перенести. По словам жителей близлежащих домов, все началось с маленькой трещины в асфальте. Затем образовалась яма. Ее засыпали песком, но это мало чем помогло. Провал становился все больше. Сейчас его диаметр составляет порядка пяти метров. Вначале было как бы так, потом в первом начале трещин был асфальт. Не было здесь. Потом мы какой-то вышли, я дочку встречала, какой-то такой хлопок раздался. Постепенно грунт осыпался под забором, который ограждает территорию детского сада. Конструкцию пришлось перенести, и как нас заверили в дошкольном учреждении, детям ничто не угрожает. Но пешеходная дорожка наполовину развалилась. Людям, особенно с маленькими детьми, ходить опасно, тем более в темное время суток. А огражден аварийный участок всего лишь пластиковой сеткой. Строители, я слышала, говорили, что, ну или кто там рабочий, что должно немножко еще как бы осесть. А потом, видно, заведующая или кто-то спрашивал с детского садика. У них забор вот сделали, говорят, ну это неизвестно, когда будет еще. Страшно, всем здесь страшно. Уже обманивается, вот асфальт. Под этим участком проходит канализация. Представители горводоканала пришли делать фотографии вместе с нашей съемочной группой. Комментировать ничего не стали, но пояснили, что узнали об этом ЧП только утром. Однако, как говорят жильцы, провал в таком состоянии уже две недели. В Новосибирске сталинисты вновь просят у властей разрешение установить памятник Иосифу Сталину. Это вторая попытка за год, так как ранее активистам было отказано. Сейчас поклонники вождя народов предлагают для размещения скульптуры место возле собора Александра Невского. Поклонники лидера советского государства снова пытаются договориться с властями об установке памятника Иосифу Сталину. Пока что главы города не торопятся одобрять столь спорное решение. Хотя активисты свой проект как раз таки спорным не считают. Ранее авторы идеи даже возразили на предложение мэрии провести публичный опрос горожан о необходимости такого бюста в городе. Иосиф Сталин в этом не нуждается. Его заслуги в истории нашей родины бесспорны. Так прокомментировали ситуацию инициаторы установки памятника. По любой практически яркой какой-то фигуре яркого исторического деятеля всегда будут возникать противоречия, разногласия. Но важно все-таки снять, как бы сказать, перестроечную лапшу с ушей. Вот так сталинисты призывают горожан быть либеральными по отношению к тоталитарной личности. И не обращать внимания на перестроечные сказки о миллионах репрессированных и убитых советских людях. Но последнее слово за властями. Хотелось бы верить, что если такой памятник и захотят устанавливать, то будет учтено мнение новосибирцев. А сама церемония открытия не будет так поспешно и скрытно сделана, как в ситуации с памятником Николаю II. Тоже личности неоднозначной, которую далеко не все жители города приняли радушно. В Зайльцовском районе Новосибирска, в частном секторе, отличающемся самой плотной застройкой в городе, отсутствием противопожарных разрывов и сложным рельефом, ночью произошел крупный пожар. Наша съемочная группа побывала на месте и выяснила, кто жил в сгоревших домах, есть ли пострадавшие и что осложняло тушение. Как сюда по узким улочкам смогла пробиться пожарная техника, непонятно. Но остановить распространение огня по улице Первая Сухарная в ночь на 7 сентября все же удалось. Ввиду того, что там была достаточно плотная застройка, дома располагались рядом друг к другу, было осложнено тушение, для тушения было подано 5 стволов и было задействовано 5 единиц техники. В начале третьего ночи треск разлетающегося шифера разбудил многих жителей соседних домов, которые и сами экстренно эвакуировались. Слышал ночью какой-то грохот у меня на крыше, и вот я в окно смотрю, у меня из окна прям там пламя полыхает. Ну и все, я всех поднял, вызвал пожарных. Сгорело в общей сложности три дома. Два из них, рассказывают местные жители, были обитаемы. В одном жили постоянно, второй, с которого вроде как и началось возгорание, был арендован многодетной семьей. Трое детей живут, вот одна маленькая, одна маленький прям ребенок, а и два таких лет по пять. Мы здесь играли, мы видели. В воскресенье что-то шум бывало здесь, да, в воскресенье, в субботу шум бывало, кричали мы и слышали даже, как это шум бывало. В этом пожаре никто не пострадал. О причинах возгорания эксперты пока ничего не говорят. Но в подобных ветхих строениях обычным возникновению пожара способствует старая проводка и электрооборудование, неисправное печное отопление и, конечно, небрежное обращение с огнем. Образцовый дом ночного пребывания. Сегодня прошел семенросовещание сотрудников социальной защиты исправительных учреждений ГУФСИН России по Новосибирской области и специалистов областного комплексного центра социальной адаптации граждан. Насколько качественно в регионе оказывают социальные услуги лицам без определенного места жительства, в том числе освободившимся из мест лишения свободы, расскажем далее. Бывший заключенный Валерий Журавлев проживает в доме ночного пребывания с 2011 года. Говорит, что до ремонта и внутренней отделки здания напоминало подъезды со времен Совдепа. Соседи называли его бомжатник или притон. Сейчас бездомные и бывшие осужденные хотят здесь жить. И некоторые называют своим домом. Порой бывает такое, что людям приходится отказывать, потому что мест не хватает. Это проблема. То есть нам бы побольше зданий, вообще бы шикарно было. То есть задумок столько, что есть инициативы, есть там все, как развернуться, есть возможности. Ну только возможностей таких нет. В теплое время года за сутки сюда прибывает около 70 человек. Зимой гораздо больше. Уютные комнаты на несколько мест. Еда, душ, чистая одежда. А здесь граждане беседуют с психологом, смотрят фильмы, еще на видеокассетах, читают книги. Однако прохлаждаться никому не разрешают. Не пускают даже с малейшим запахом алкоголя. И если кто-то захотел здесь жить, предоставляют место за 2000 рублей в месяц. Выход один – идти работать и становиться порядочным и законопослушным гражданином. Когда у человека такие условия, что ему некуда идти после освобождения, мы нуждаемся в таких центрах. И это единственный центр у нас в области, который принимает такую категорию лиц. Ежегодно из мест лишения свободы в Новосибирской области выходит порядка 130 человек без определенного места жительства. Для молодых специалистов из правительных учреждений провели экскурсию по дому ночного пребывания, ознакомили с бытом и спецификой центра, чтобы они могли донести до бездомных заключенных, что у них есть выбор. Но посещать подобные учреждения или нет, решать должен сам человек. Работа и крыша над головой, либо канализационный люк. В торговом центре Хилокске и на прилегающей территории в обиходе просто на Хилокском рынке уже по традиции при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии полицейские провели рейд. Какие нарушения миграционного законодательства удалось выявить в сюжете Александра Булдакова? В торговом центре Хилокске, как теперь по-современному называется овощной рынок, нарушителей хватает всегда. Из 2400 граждан ближнего зарубежья, которых проверили полицейские, в отдел для дальнейшего разбирательства доставили 190 человек. По результатам проверки составлено более 70 протоколов об административных правонарушениях за нарушение режима пребывания в России и в области дорожного движения. В настоящее время оформляются документы о новодворении из территории Российской Федерации 51 нарушителя миграционного законодательства. Два иностранца помещены в центр временного содержания иностранных граждан для последующей депортации. Скольким десяткам или сотням нарушителей гостей нашей страны удалось прорваться сквозь заслоны правоохранительных органов, доподлинно неизвестно. Но ясно одно – даже регулярные рейды полиции по территории Хелокской торговой площадки не могут коренным образом переломить ситуацию. Уже в 20-й раз на площадь Ленина выйдут любители бега со многих городов России, чтобы принять участие в сибирском фестивале-полумарафоне памяти Александра Раевича. Какие нововведения ожидаются в этом году и на что можно будет посмотреть об этом далее? В сибирский фестиваль бега – мероприятие традиционное, объединяющее бегунов самых разных возрастов и профессий. Нынешний год не стал исключением. В субботу 9 сентября в 10 часов утра спортивному празднику будет дан старт. Как и в предыдущие годы, ожидаются участники не только из Новосибирска, но и из других городов России. Стартовый пакет участника можно получить во время работы Экспо 7 и 8 сентября с 10 до 19 часов. В сибирском фестивале бега принимают участие не только профессиональные спортсмены, но и обычные горожане. Для них предусмотрены массовые дистанции и специальные забеги. На вокзальной магистрали пройдет забег «Лазерран». А для самых маленьких в 11.30 возле Краеведческого музея состоится чемпионат ползунков. В прошлом году за победу в фестивале боролись 14 тысяч участников. По словам организаторов, они рассчитывают, что в этом году удастся установить новый рекорд по их количеству. Ежегодно в начале сентября городские молодежные центры проводят большой фестиваль с поэтичным названием «Лави лето». Театральный сквер, где проходило масштабное мероприятие, превратился в город молодых, где живут продвинутые и талантливые новосибирцы. Чем увлекается и как проводит свободное время подрастающее поколение, узнавала Наталья Сапелкина. Дождливая и хмурая погода горожан не напугала. Активная и продвинутая молодежь из городских центров знакомила всех желающих со своей деятельностью. Сегодня юноши и девушки увлекаются современным искусством, возрождают трудовые отряды, принимают активное участие в жизни города. Они рисуют и танцуют, занимаются спортом и, конечно, развиваются. Молодежь создает свои новые формы общения. И самое главное, все это не скучно. В этом году появилась новая площадка – это открытые пространства. У нас в молодежных центрах появились открытые пространства, третьи места, где… То есть третье место, первое место у человека – это дом, второе – это работа, а третье место – это куда он приходит проводить свое свободное время, общается с друзьями. Фестиваль «Лови лето» дает прекрасную возможность школьникам и студентам выбрать увлечение по душе. Анна Галеева представляла на фестивале сразу несколько организаций. Она с интересом рассказывала о модном направлении в творчестве, как калаш. Актуальность прежде всего в том, что человеку не нужно уметь рисовать для этого. И совмещая разные части, находя какую-то иронию в совмещении, человек понимает, что он может сделать интересную картинку, которая хорошо работает в печатной продукции. О деятельности молодежных центров можно узнать по хэштегу «Лови лето» в социальных сетях. На этом мы завершаем выпуск «Наши новости всегда» на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»